В Ульяновской области работают сертифицированные Мэри Поппинс, которые помогают родителям присматривать за их детьми. Что это за социальный проект федерального масштаба, мы узнаем сегодня, проведя один день с социальной няней. Проект развития системы услуг сертифицированных социальных нянь по замыслу его инициаторов должен помочь решить проблемы очередей в Ясли. Причем качество этих услуг будет гарантироваться государством. А доступность помощи няни должно вдохновить родителей на рождение следующих детей. За бесплатными услугами социальной няни сегодня могут обратиться многодетные и малообеспеченные семьи, а также мамы или папы детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 48 нянь работают у нас в городе Ульяновске в муниципальных образованиях и оказывают услуги семьям. На сегодняшний день почти 200 семей уже пользуются этой услугой. Кто-то однократно, кто-то на длительный срок оформляет договор. Есть категории, которые получают эту услугу бесплатно. Одна из 48 социальных нянь – Ильязова Галина Петровна. Женщина с 2004 года работает социальным работником с 2018-го – няней. Наша героиня рассказала, помогать людям решила с ранних лет. Сначала маленькая Галя разгружала родителей по хозяйству в деревне, потом присматривала с соседскими детьми, когда было время, а после многолетней трудовой деятельности бухгалтером поняла, что это не ее, и решила в дальнейшем работать только с людьми, а не с бумагами. Мне очень нравится работать с ними. Они меня ждут всегда. Я им нужна, они нуждаются во мне. А мне это приятно. Всегда говорят спасибо. Семья всегда поддерживала Галину Петровну в ее стремлении помогать людям. Дети со временем выросли, да и внуки тоже. Поэтому у женщины появилось много свободного времени для общественно значимой работы. Я ни капельки не раздумывала, сразу согласилась пойти на эту профессию. Потому что дети, они всегда добрые и нежные. Ждут меня как бабушку, как тетю, как сестру, как маму. Даже я не успеваю уходить, они уже спрашивают, а когда ты придешь? Неделя расписана вся, поэтому свой день Галина Ильязова планирует заранее. Женщине необходимо навестить своих подопечных, а это три большие семьи. Кроме того, Галине Петровне нужно уделить время своему развитию, профессиональному обучению. Мы встретились с Галиной Ильязовой рано утром, чтобы было время немного поговорить о жизни. После чего нашу съемочную группу пригласили в Центр образовательных и системных инноваций Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников образования. Процесс обучения социальных нянь достаточно трудоемкий. Сначала они проходят теоретическую часть, после чего их ждет практика, и уже затем получают сертификаты. Но также не забывают и о повышении квалификации. Книжки, игрушки, пеленки и распашонки – это не просто детские атрибуты, а наглядный материал и инвентарь в процессе обучения социальных нянь. Женщинам нужно обучиться о зампеленании и кормлении младенцев, выучить игры развивашки, а также ознакомиться с последними тенденциями в педагогическом воспитании детей. Программа включает в себя традиционно психолого-педагогический блок, где раскрывается современные подходы к воспитанию, развитию, обучению детей раннего и младенческого возраста и целый блок практических заданий, проблемных ситуаций. Все необходимое для обучения социальных нянь находится в специальном классе, который вмещает 20 человек. Программа тренингов состоит из 140 часов для формирования у человека нужных компетенций. Пользуется большим интересом и с удовольствием практикует вот такие небольшие тренажеры по пеленанию детей. Младенческого возраста. Ребенка кладем чуть-чуть правее и начинаем тихонечко, осторожно, закладывать ручку, заводить ручку на животик. И попробуйте, Наталья. Тихонечко, да. Вот так вот. Раз. Потом руку я вытаскиваю. Вот здесь очень важно, чтобы не было никаких загибов, никаких складок, потому что кожа младенца очень-очень. Вторую ручку уже я аккуратно загибаю. И уже второй вот такой наискосочек я складываю. И вытаскиваю ручку под спинку. Под спинку мы заворачиваем. У нас остается нижняя часть свободная. Это такой конверт, где ребенок имеет возможность свободно двигать ногами. И мы его вот так. Наискосок и вот. Да, вот здесь прям прямой вот такой получается у нас квадратик. И закладывание. И обязательно вверх достаточно фиксировать на уровне даже бедренных суставов. Вот такая вот лялька. Вот так, играя в игры, читая книги и узнавая что-то новое, у женщин проходит большая часть дня. Дальше расходятся все по своим делам, а Галина Петровна спешит к подопечным. Сегодня это семья Федотовых. Здесь мама одна воспитывает своих 13-летних мальчиков с ограниченными возможностями здоровья. Алексея и Никиту. Братья очень дружны между собой. Во всем стараются помочь своей матери. Диляра Шамилина не жалеет сил для того, чтобы ее дети были здоровы и счастливы. Хотя дети находятся на домашнем обучении, в главе семейства постоянно требуется помощь соцняни с перевозкой ребят. То в музыкальную школу нужно на урок отвезти, то с бассейна забрать домой. Тут такое положение было, что очень тяжело, потому что то надо в больницу ездить, это надо за справками. Или там за лекарством, Никита у нас за препарат. То есть надо за лекарством, надо выписать это лекарство. И детей не с кем было оставлять, это вообще. А то, что такой диагноз, это опасно оставлять на долгое время детей. И я вот разузнала, что есть такой исток, есть социальная няня. По словам мамы Галины Петровны, с первой встречи полюбила ее детей, а они прониклись к ней доверием в ответ. Алексей и Никита называют социальную няню Галину бабушка и соответствующие к ней относятся. Бабуля всегда находит время почитать и поиграть с детьми, но не забывает и о занятиях на тренажерах для здоровья. Глядя на это замечательное семейство со стороны, мне тоже захотелось больше пообщаться с мальчишками и хоть на пару часов стать соцняней. Сначала нужно было расположить к себе детей, пообщаться с ними на отвлеченные темы и рассказать немножко о себе. После мы поиграли в буквы и даже спели песни. И тебе на сердце раны-раны, но ты же знаешь, что я упрямый, я буду тебе так на мебель натонуть. Затем наступило время для реабилитации по распорядку семьи Федотовых. Мне нужно было помочь Алексею встать на тренажер и несколько минут походить вместе с ним. Сделать это с первого раза оказалось довольно сложным. Во-первых, нужно знать, как правильно взять ребенка и безболезненно приподнять. Во-вторых, понять, как крепятся ремни на оборудовании. И в-третьих, заинтересовать парня, чтобы он сам захотел проходить несколько минут на тренажере. У меня не всегда все получалось, но на помощь приходила мама и Галина Петровна. К Галине Петровне Федотовой относятся не как к социальной няне, а как к члену своей семьи. Потому что она придет на помощь в любое время дня и ночи. После тренировки мышц и веселого досуга семья плавно переместилась на кухню для ужина. Оказывается, что пока мы вместе с мамой занимались в зале с детьми, Галина Петровна успела приготовить не только первое блюдо – щи, но еще и второе – макароны для своих любимых мальчиков. Поиграть, почитать, приготовить еду и помыть посуду – это лишь небольшой перечень того, что делает Галина Петровна в семье Федотовых. После ужина у семьи появилось свободное время, и дети захотели погулять. Галина Петровна помогла мамочке по очереди одеть и обуть мальчишек. Затем мы все вместе взяли коляску и вышли во двор. Никита решил покататься на качелях, а Алексей попросил маму вместе с бабушкой помочь ему слепить снеговика. За день, проведенный с Галиной Петровной, стало понятно, что профессия социальной няни не просто важна и нужна, а жизненно необходима многим семьям. Сейчас социальные няни – это пилотный проект, поэтому социальные няни есть не во всех регионах. Однако в Федеральном министерстве труда уверены, что в скором времени социальную няню можно будет вызвать в любом уголке нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова